Уважаемые члены Президиума! Уважаемые участники конференции! Одним из главных принципов функционирования системы здравоохранения Российской Федерации является поддержание и восстановление определенных законом прав и интересов граждан в сфере охраны здоровья. Это позволяет в полной мере реализовать связанные с этими правами государственные гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Недавним указом Президента России законодательно определен вектор развития здравоохранения до 2025 года. Система здравоохранения направлена на развитие прежде всего профилактической медицины. И это должно отразиться в показателях снижения заболеваемости и смертности населения от онкологических заболеваний. Не только предотвращение и своевременное выявление заболеваний, но и управление доступностью и качеством медицинской помощи являются определяющими доктринами функционирования результативной системы здравоохранения. В обязательном медицинском страховании создана превентивная модель выявления и устранения нарушений, что позволяет предоставлять качественную медицинскую помощь. Для реализации национального проекта здравоохранения мы оптимизируем службу медицинской экспертизы, переориентируем ее на превентивное выявление и устранение нарушений при оказании медицинской помощи, особенно системных, типовых, пациентам с онкологическими заболеваниями. Альфа-страхование ОМС с 2016 года по настоящее время реализует проект межведомственного управления качеством медицинской помощи. В проекте задействованы все 13 регионов присутствия компании, 411 медицинских организаций. Проект предполагает проведение, во-первых, первичной оценки качества медицинской помощи. Наши эксперты выявляют системные нарушения при проведении экспертных мероприятий. Во-вторых, мы предлагаем организационные мероприятия, проведение которых направлено на устранение системных нарушений. План устранения нарушений обсуждается на Координационном совете с территориальными органами управления здравоохранением, фондами ОМС, медицинскими организациями с учетом мнений экспертов с целью коллегиального решения проблем качества. В-третьих, это устранение нарушений медицинскими организациями по утвержденному сценарию и повторный контроль качества медицинской помощи по аналогичным тематическим выборкам. Такие же основные нарушения выявляют эксперты страховых медицинских организаций при проведении экспертизы качества медицинской помощи онкологическим пациентам. Прежде всего, это нарушение сроков ожидания направления на следующий этап проведения лечебно-диагностических мероприятий. Для устранения этого нарушения предложена схема маршрутизации онкологических пациентов между медицинскими организациями обособления консультативно-диагностических отделений. Нарушения в исполнении порядков и стандартов обусловили необходимость разработки и внедрения типовых схем обследования и лечения пациентов не только в онкологических диспансерах, но и в многопрофильных медицинских организациях. За годы активного функционирования проекта во всех 13 регионах присутствия нашей компании отмечено значительное снижение частоты нарушений. Это позволило снизить риск неблагоприятного исхода и предотвратить прогрессирование заболеваний и развитие осложнений, по крайней мере, в каждом пятом случае. В 2016-2017 годах особое внимание было направлено на качество медицинской помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом. Тогда нам удалось достичь снижения дефектуры в 4,5 и 3,5 раза соответственно. В течение последних лет под пристальным вниманием альфа-страхования ОМС застрахованные со злокачественными новообразованиями, оказываемая им медицинская помощь. По результатам проведения межведомственного управления качеством в среднем по регионам присутствия компании удалось достичь снижения дефектуры более чем в 2 раза. В медицинских организациях, участвующих в проекте и показывающих динамику снижения нарушений, фиксируется заметное снижение летальных исходов от осложнений онкологических заболеваний. 1. Одной из основных задач, поставленных правительством РФ перед системой здравоохранения в последние годы, является повышение эффективности онкологической помощи населению РФ. 2. Решение данной задачи предполагает раннее выявление онкологических заболеваний и оказание качественной медицинской помощи данной группе пациентов. Эта задача не может быть решена исключительно онкологической службой. Раннее выявление онкологических заболеваний во многом зависит от эффективной работы общеврачебной сети. 3. Необходимо сделать особый акцент на онконастороженность самих пациентов и врачей первичного звена. Для этого могут быть задействованы в том числе и телемедицинские технологии. При этом страховые медицинские организации с 2019 года обеспечивают контроль исполнения рекомендаций консультирующих организаций путем проведения очных экспертиз. 4. Всего в течение нескольких дней после получения информации о состоявшихся консультациях. 5. Своевременный контроль сможет повысить частоту направления пациентов на диагностические мероприятия, нацеленные на выявление онкологических заболеваний. 6. Уже сформированный трехуровневый институт страховых представителей страховых медицинских организаций сейчас переориентирован на персонифицированный подход к застрахованным. 7. Служба страховых представителей осуществляет информационное сопровождение онкологических больных, пациентов с подозрением на злокачественное новообразование. 8. Налажено информирование граждан о предстоящих профилактических мероприятиях, выяснение причин несостоявшихся осмотров, поддержка пациентов при организации госпитализации, соблюдение сроков и профиля. 9. Это в полной мере позволяет контролировать своевременность оказания медицинской помощи на различных этапах. 10. Деятельность страховых представителей направлена также на просветительскую работу в вопросах прохождения профилактических медицинских осмотров, в том числе диспансеризации. 11. Это, несомненно, способствует профилактике и раннему выявлению злокачественных новообразований. 12. Отслеживание направления пациентов на диспансерное наблюдение позволяет своевременно заподозрить онкологические заболевания в амбулаторно-поликлинических учреждениях у пациентов, находящихся в группе риска. 12. До 2019 года страховые медицинские организации по большей части получали информацию от медицинских организаций об уже состоявшихся, завершенных случаях оказания медицинской помощи. 13. Сегодня мы становимся активными пользователями данных, формируемых на базе информационных ресурсов территориальных фондов ОМС. 14. С этого года новыми правилами ОМС предусмотрено дальнейшее развитие информационного ресурса между участниками обязательного медицинского страхования. 15. Это позволит в режиме реального времени отслеживать несостоявшиеся и непрофильные госпитализации, а значит своевременно, уже при нарушении сроков в один день, устранять нарушения доступности. 15. По данным Альфа-страхования ОМС, в течение шести месяцев, предшествовавших времени постановки диагноза онкологического заболевания на третьей-четвертой стадии, треть больных не обращались за медицинской помощью. 16. Остальным двум третям оказывалась медицинская помощь, причем более половины из них побывали на приеме у профильных специалистов, которые могли выявить новообразование соответствующей локализации. 16. Только в 4% случаев пациенты в дальнейшем по своей воле не стали обращаться за медицинскую помощью при имеющемся подозрении на злокачественное новообразование. 17. Эффективность лечебных мероприятий при онкологических заболеваниях во многом зависит от раннего выявления данной патологии, которая в свою очередь зависит от онконастороженности пациентов и врачей различных специальностей. 18. Еще одним нашим проектом, активно внедряемых в регионах, является здравографика, которая помогает повысить осведомленность граждан о сервисе страховых медицинских организаций, мотивирует к бережному отношению к собственному здоровью. 19. Мы устанавливаем в медицинских организациях интерактивные стенды-инсталляции с применением технологий дополненных реальностей, когда застрахованные на собственном примере информируются о необходимости прохождения профилактических мероприятий для предотвращения хронических заболеваний. 20. Это позволяет нам формировать условия для ведения здорового образа жизни населения и мотивировать приверженность к лечению пациентов со злокачественными новообразованиями. 21. Таким образом, в настоящее время в России деятельность страховых медицинских организаций способствует увеличению доступности и качества медицинской помощи онкологическим пациентам, пациентам с подозрением на злокачественные новообразования. 22. Осуществление эффективного контроля и взаимодействия с медицинскими организациями позволяет повысить частоту установления диагноза на ранних стадиях. 23. Проведение межведомственного управления качеством медицинской помощи позволяет повысить доступность и качество, в том числе степень достижения запланированного результата. 24. Проведение межведомственного травма